Доброго времени суток смотрители! Вы смотрите обзор на клиентке, чтобы кратко обзоровать игры, вышедшие на консоль Nintendo Switch. Это моё мнение, и мы начинаем. Сегодня на обзоре игра Crash Bandicoot Ensign Trilogy. Некоторые легенды не умирают и продолжают жить в сердцах поклонников. Другие же находят способ вернуться, да так, что заставляют давних почитателей пустить скупую слезу. Почему же меня растрогал ремастер оригинальной трилогии платформеров про Крэша? Разберёмся далее. Интерес к оригинальной трилогии даже спустя 20 лет не думают угасать. Достаточно вклинуть на ежемесячные продажи классических PlayStation, где Крэш стабильно удерживает позиции в десятках лучших. Сборник Ensign Trilogy сохранил верность оригиналу и оказался отличным подарком для тех, кто хочет вернуться назад во времени и ещё раз пробежать по знакомым уровням. Разработку ремастера доверили в Akiron Visions, не той студии, которая делала оригинал. Несмотря на это, в Akiron Visions студия хорошо знакома с Крэшем, но создавала по большей части портативные выпуски сериала. Впрочем одно дело – корпеть над собственным проектом, пусть и в той же вселенной. И совсем другое, когда на голову сваливается любимая миллионами оригинальная трилогия. Тут уже можно задуматься, справятся ли разработчики и не испортят ли игру. К счастью, ничего плохого не случилось. Мы получили ровно те же игры, что были на первой соньке, с поправкой на улучшенный внешний вид и небольшое косметическое изменение. Те, кто уже не раз пробегал игры, представленные в сборнике, наверняка почувствуют себя как дома. Пролетая уровень за уровнем, замечая, что руки-то всё помнят. Даже сложные участки мне удалось преодолевать чуть ли не на автомате. Хоть время от времени, всё равно натыкаешься на небольшие заусенцы, где заметно, что какие-то элементы стали немного больше или немного меньше, но это не важно. Новичкам я советую начать знакомство со второй части игры, так как серьёзного сюжета в оригинальный Crash Bandicoot всё равно никогда не было. Поэтому в плане повествования ничего не потерять. Причина проста. Оригинал 96-го года на фоне двух других выпусков ощущается довольно устаревшим, предлагая очень ограниченный арсенал возможностей. Вдобавок, он ещё и самый сложный во всей трилогии, что может отбить желание проводить более интересные продолжения. Злобный доктор Неокортекс, наблюдая за муками пользователей, непременно бы разразился злорадным хохотом. Сиквел и триквел, в свою очередь, куда дружелюбнее и удобнее, а сам Crash в них освоил дополнительные трюки. Приятно, когда в запасе есть не только прыжок и кручение. Но и более интересные приёмы, скажем, возможность сваливаться брюхом на очередное зубастое растение или базуко, стреляющее фруктами. Хотя бояться трудностей всё равно не стоит. Как и в любом другом платформере, главное поймать ритм и внимательно следить за тем, куда приземляешься. А дальше даже самые суровые испытания окажутся лёгкой прогулкой. Помимо основной сюжетной кампании, трилогия предлагает немалое количество дополнительных испытаний и секретных порталов, которые позволяют добраться до ранее недоступных участков основных уровней. Или же открыть совершенно новые. Да что тут говорить, даже простой забег без разбивания ящиков с целью получения заветного кристалла позволит по-новому взглянуть на локацию и использовать те умения, которые казались бесполезными. В схему управления добавили стики, но на крестовине играть всё равно удобнее, хотя это дело привычки. Проекты довольно требовательны к точности прыжков. Не очень приятно, когда не долетаешь до очередной платформы, потому что палец в самый неподходящий момент соскользнул с аналога. Тем более крэш даже при виде сбоку умеет уходить вглубь экрана или приближаться к переднему краю. А при использовании стиков, наш сумчатый так и норовит случайно самоубиться, сиганув с края платформы. В интервью представители студии упоминали, что получились далеко не все исходники, поэтому трилогию пришлось заново собирать чуть ли не на глазах, постоянно сравнивая с оригиналом. Если это действительно так, то проделанная по-настоящему грандиозная работа. Однако после прохождения Ensane Trilogy остаётся лёгкое ощущение упущенных возможностей. Нет-нет, я рад, что от себя тены в любимых играх отсутствуют, но наверняка разработчики заметили неудобные ракурсы, особенно в первой части. 20 лет назад трёхмерные проекты только начинали появляться, поэтому из-за ограничений на количество объектов в кадре приходилось использовать фиксированную камеру. Сейчас же технологии существенно продвинулись вперёд и позволяют сместить угол обзора чуть выше или чуть дальше, ровно настолько, чтобы Crash хотя бы не загораживал спиной платформу, на которую нужно прыгать. Как бы то ни было, сборник Crash Bandicoot Ensane Trilogy предлагает именно ту трилогию, в которую влюбились миллионы игроков по всему миру. Безусловно, седина в волосах уже проглядывается, но она ещё способна на многое. Для старичков серии это отличный шанс ещё раз пробежать по знакомым местам, пустив ностальгическую слезу, а заодно проверить, не пропало ли за два десятка лет, у меня точно прыгать по платформам. Новое же поколение получит возможность ознакомиться с проектом старой школы, которые не ведут за ручку от начала до финальных титров и не тыкают лицом во всё подряд, а позволяют самому разобраться в тонкостях игровых механик и совершенствовать свои навыки. Из Dostains хочу отметить полностью обновлённый внешний вид оригинальной трилогии. Также Vicarion Visions, которая делала ремейк, сделала ставку на полное копирование и с некоторыми оговорками не прогадала. Также дополнительное наполнение секретами и испытаниями в уровнях. Из недостатков соответственно, ремейк первой части, которая значительно уступает по качеству в сравнении со второй и третьей. Также долгие загрузки на всех платформах, на которых выходила игра. И не могу не упомянуть расположение камеры на некоторых уровнях, которое оставляет желать лучшего. Несмотря на это, моя оценка игры 9 баллов из 12. А на этом всё, спасибо за просмотр, пишите лайки, ставьте комментарии. Увидимся в следующем видео.